Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! И добро пожаловать на Дальний Восток, в Хабаровске. Вот здесь, на Платинном арене, сегодня пройдет очередная встреча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Амурра принимает Нижегородская торпеда. Удалось коборовчанам завладеть шайбой. И неплохая атака может получиться. Бросок из шайбы, по-моему, штангу попадает. Сразу же работа появляется у Мельничука. И классный момент в первой же смене у Полунина. Файзолин, 93-й, Рассказов, 12-й, Кузнецов, 84-й. Еще момент добивания из шайбы в воротах. Забивает Рассказов. И нужно сказать, что эта шайба абсолютно логична. Оказывается, лучше лучших хоборовчаней пока. И они выходят вперед. Абсолютно один оказался на чужом пятачке Рассказов. Это позиционная ошибка. Нельзя таких ошибок допускать. И срывается торпеда в контратаку. Убежали втроем. Соперников завладели шайбой. Вайдмен. Хороший пас. Можно бросать. Бросок в ближний верхний угол. И вступает в игру Аликин. Добавили в активности торпедовцы. Несколько хороших бросков нанесли по воротам Аликина. Вот один из них. Попадает Никопов в закругление ворот. Поднимается к синей линии. Игнатович. Хороший наброс. Грудью останавливает шайбу Уайдман. Как футболист футбольный мяч. Еще один силовой прием. Но в желании сегодня хабаровчанам абсолютно точно не откажешь. Вышли заряженными на эту игру. Еще один пас. Смотри, за ворот на ближнюю штангу. Вновь никого из партнеров не было в этой точке. Вот момент. А здесь Аликин здорово вручает свою команду. И показывает нам Марина. Именно он мог забивать. Мог сравнивать счет. Неплохо накатился на пятак. Здорово поддержал атаку. Были и травмы в концовке сезона. Вы помните, Светлова у некоторых защитников приходилось выпускать нападение. И вот момент у Амура. И забивает. Забивает Горшков со второй попытки. И пробивает он Мельничука с первым броском. Голкипер Торпеда справился. А вот со вторым не сумел. 2-0 счет становится. Говорил я о том, что Горшков, хоккеист, который забивал ворот Торпеда. В каждом из двух матчей прошлого сезона. Но вот в первой игре этого сезона не забил. Зато забил сегодня. Расставили в зоне соперника Кобаровчане. Проходит передача. И как сейчас не удалось, рассказывал, забить. Все ведь правильно делал. Раскачал Мельничука. И вроде бы перед ним был пустой угол ворот. Но по шайбе не попал. А со второй попытки уже не попал в ворот. Последние минуты второго периода. И вот хороший момент. Бросок. И 2-1 счет становится. Возможно, с этой шайбы и начнется камбэк. Вот эту передачу Шварц, конечно, нужно отметить. И так из глубины поддержал. Это наступление Клуз. Из-за спин игроков Амура подкрался на пятачок. И классно бросил. В ближний угол. Обратная улитка. Делает передачу на турбинат. Он бросает. И как же здорово ловит шайбу Алексей Мельничук. Вот это сейн. Все меньше времени у гостей. Не проходит шайба на дальнюю ламу. Оказывается, у воротах. Вот так торпеда отыгрывается. И не просто так я говорил о том, что Амур очень плохо играет в третьих периодах. До сегодняшней встречи было 14 пропущенных шайб. Сейчас их становится уже 16. 0-2. Не спешит бросать турбину. А вот ушеден заряжает. Добивание. И шайба ложится на ворот. Уайдман. Фантастика. И посмотрите. 100% реализация Уайдмана. Две из двух. И это при том, что Уайдмана тоже шайба ушла с крюка. Сейчас мы на повторе это увидим. Вот момент. И тем не менее, он находит пространство в ближнем верхнем углу. И направляет туда шайбу. Нельзя промахивать с Хабаровчаном. Янов. Он тоже забил. В своей первой попытке. Но сейчас не забивает. И торпеда добывает победу. Победа.